Бобров. Город с 1779 года в Воронежской области России. Административный центр Бобровского района и городского поселения Бобров. Город входит в список исторических городов России. Население 20 460 человек в 2018 году. Земли современного Бобровского района были заселены еще в древнейшие времена нашей истории. На территории района археологами исследовано 109 археологических объектов, поселений, стоянок, курганов и курганных руд. Самые ранние поселения относятся к эпохам Неолита и Мезолита и расположены по берегам реки Икорец, неподалеку от сел Верхний Икорец и Юдановка. К эпохе Средневековья относятся одно из самых первых письменных упоминаний о землях Бобровского края. Летопись повествует, как в 1450 году Великокняжеское войско Константина Беззубцева разбило на Битюх реке, шедших на Русь из поля татар с Малбердой, Уланом и другими Мурзами, а затем отогнало их обратно в поле. В 16 веке включенные в состав русского государства земли современного Бобровского района стали приграничной территорией. Причем государственная граница прошла по реке Битюх, которая в среднем и нижнем своем течении протекал по землям дикого поля, кочевью татар, калмыков и нагайцев. В связи с этим в 1623 году по указу царя Михаила Федоровича по Битюгу учреждались сторожи, сторожевые посты, чтобы тем местом нагайские люди не проходили безвестно. Сторожевая служба на южной границе русского государства при царе Михаиле Федоровиче проходила по Даниле реке Битюх, которая не имела постоянных поселений. Однако земли в 16 веке сдавались в аренду для бортничества. Рыбные ловли и пушного промысла, а арендованные владения назывались юртами или откупными ухожьями. В 1677 году относится первое упоминание в исторических документах о юрте Бобровском, само название которого свидетельствует о существовании здесь охотничьего и в частности бобрового промысла. В 1711 году Бобровская слобода была названа городом-крепостью Бобровск, что было связано с переселением сюда по приказу Петра I русского населения и военного гарнизона крепости Азова, которая по пружскому мирному договору была отдана обратно Турции. Переселенцами в трех верстах от Бобровска на берегу Битюха была основана новая Азовская слобода. Ныне входящий в городскую черту Боброва этот район зовется древним именем Азовка, напоминая названием своим о далеком прошлом города. А к материальным памятникам той эпохи можно отнести Покровскую церковь, приходской храм бывшей слободы Азовской, который изначально был возведен переселенцами деревянным, но уже в описях и на планах 1770-80-х упоминался как каменная церковь слободы Азовской. Так и не приобретя значения крепости в царствовании Петра I, Бобровск потерял статус города и был определен в разряд села с учреждением в нем Бобровского волосного битюцкого правления, под ведомством которого находилось 23 дворцовых селения, расположенных по рекам Битюх и Укориц. А 21 сентября 1781 года императорским рескриптом Екатерины II уездному городу Бобров был пожалован герб, представляющий собой изображение щита, разделенного на две части. В верхней части щита герб Воронежской, в нижней части бобр в серебряном поле, означающий имя сего города. И тот же черный идущий бобер, символически отражающий название города, помещен на современном гербе городского поселения город Бобров, утвержденном 15 июня 2006 года и символизирующем неразрывную связь прошлого города с его настоящим. Образованный в 1928 году в составе Центральной черноземной области, Бобровский район при разделении ЦЧО на Воронежскую и Курскую области в 1934 году был включен во вновь образованную Воронежскую область, после чего границы и размеры района неоднократно менялись. Бобровский район был даже упразднен в 1963 году и восстановлен в 1965. С лета 1942 года по январь 1943 года Бобровский район входил в 70-километровую зону прифронтовой полосы, являясь ближайшим тылом советских войск, сражавшихся с гитлеровцами у реки Дон на территории соседних Павловского и Лискинских районов. В связи с этим прифронтовой Бобров стал госпитальной зоной. Зимой 1942-1943 годов в городе было развернуто более 10 лазаретов и фронтовых эвакогоспиталей. Одним из материальных памятников той военной поры в Боброве стал дом, где в 1943 году размещался штаб Воронежского фронта. Здесь представители ставки Верховного главнокомандующего Жуков и Василевский разрабатывали планы Острогорско-Рассашанской, Воронежско-Косторнинской фронтовых наступательных операций, которые современными военными историками рассматриваются как составные части масштабной Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции. Бобровская земля – это родина 12 героев Советского Союза, двух кавалеров Орденов Славы, 9 героев социалистического труда, трех спортсменов-олимпийцев, 26 писателей и поэтов. Одним из самых приметных архитектурных комплексов на Невском проспекте города Боброво является Воронежское областное училище культуры, которое в 2016 году было присвоено имя известного русского журналиста, драматурного издателя и владельца газеты «Новое время» Суворина. В 2008 году перед входом в здание училища был установлен бюст легендарного издателя. Говоря о Боброве, невозможно обойти вниманием бобровские гитары, которые, являясь одним из самых известных брендов, построенных в 1970-х годах. Фабрика «Аккорд», как и в советские времена, продолжает числиться крупнейшим на всем постсоветском пространстве предприятием по выпуску гитар. Бобров прославился еще одним народным промыслом, возрожденным производством валенок-самовалок. Причем первая мастерская по валянию обуви и шерсти, у истоков которой стоял Михаил Дмитриев, начала свое существование более полвека тому назад, еще в советское время, с изготовлением самых простых грязно-серых валенок. А сегодня дизайнеры и мастерицы-надомницы превращают валенки в настоящее произведение искусства, украшая их вышивкой, аппликациями, лентами, бисером, стразами и мехом. Бобровский край – одно из самых богатых, разнообразных в природном отношении мест области. Визитной карточкой Бобровского района считается заповедный Хреновской бор, островной лесной массив на левом берегу реки Бетюх, площадью около 40 тысяч гектаров. Это самый южный сосновый лес России, в котором растут вековые сосны.